Приветствую, дорогие зрители, на канале Людмила Цыганкова. Разговариваем о жизни, о творчестве. Недавно с моей приятельницей мы дискутировали на тему самореализации. Человек, что для него самое главное? Ну, прежде всего, самое главное для человека – это жизнь, существование. Но не просто существование, а чтобы он рос, развивался, самореализовывался. Относительно пирамиды Маслова, в которой говорится, что человек, подобно пирамиде, реализует все свои потребности. Сначала физические идут потребности, это еда, выживение, крыша над головой, потом общество, любовь, чтобы тебе доценили. И на самом верху этой пирамиды находится самореализация. Что же это такое? Самореализация – это процесс. Процесс реализовать свои способности, возможности, реализовать свои желания в этой жизни. Реализовать эффективно, с радостью, ну, с успехом, конечно, это уже получается, как говорится, последствия этого всего. И некоторые люди идут к этому процессу постепенно. Сначала реализовывают нижние ступени этой пирамиды Маслова, потом уже доходят до последней ступени самореализации. Как на мой взгляд, и вот о чём я дискутировала со своей приятницей, хорошо, когда человек вообще начинает развиваться, расти в этой жизни именно с верхушки. С верхушки, то есть процессы самореализации. Это счастливый человек. Конечно, вначале он может этого не понять, потому что вначале он может самореализоваться, но ещё нет такого узнания, нет этих денег. И он не может реализовать нижние те ступени потребности, например, физические и так далее. И всё равно, если человек начинает с этой верхней ступени, наберётся терпеливости и начнёт эффективно, как говорится, раскручивать этот процесс, то у него потихоньку придёт и узнание, и деньги, и любовь, теплота, то есть люди оценят его дело. И тогда произвольно уже и реализуются эти нижние ступеньки. Почему я это тоже говорю? Потому что я сама всю жизнь была в поисках, искала себя, очень много мыторств, именно душевных претерпевала. Потому что работала и в Киеве, научно-исследовательском институте. А это было не моё. Я не занималась творчеством тем, чем, например, занимаюсь сейчас. И можно было бы уже тогда, ещё в школе, когда я ходила в кружок изобразительного искусства, уже тогда, как говорится, заняться этим процессом самореализации. А что для этого надо? Сам процесс. Но я опять говорю, что это мой взгляд, моя система, поэтому я, которая мне помогла в жизни. Пусть даже я уже самореализовываюсь, как говорится, в преклонном возрасте, но всё равно я даже в поисках, когда искала, я уже занималась этим процессом самореализации. Я искала себя. Я всё время старалась познать себя. Я старалась научиться слушать свою душу, своё сердце. Что же мне надо в этой жизни? Для чего я живу? Я очень прислушивалась к своей душе. И поэтому сам процесс самореализации, как я вот сейчас работаю над ним, и хочу потом позже представить в виде курса, может быть, напишу книги, статью на эту тему, посмотрим, как жизнь подскажет. Но сам процесс начинается с самореализации, с самопознания, познать себя, познать свой характер, познать свои способности, таланты, чем тебя Бог наградил, к чему тебя тянет, к чему твоя душа тянется. Это самое главное – познать это, ну и, конечно, полюбить себя. Тоже есть разные методики очищания себя, прощения всем, которые тебя обидели, чтобы освободиться от всего этого. То есть процесс самореализации, на мой взгляд, самый эффективный процесс развития человека. И счастливы те, которые начинают свое развитие именно с этой верхней ступеньки. Так что желаю вам удачи, подумайте, познайте себя, послушайте свою душу и начните процесс самореализации. Удачи!